Добрый день, друзья! С вами Станислав Орехов и в сегодняшнем видео я хочу рассказать о том, как дизайнер может зарабатывать дополнительные деньги до 35% на комплектации. Это один из способов и сегодня мы будем рассматривать компанию FIDEX. Это производитель ручек, дверей, представитель завода и мы договорились с ними, что для дизайнеров будет дополнительная специальная скидка по агентскому договору 35%. Вы сможете стать дилерами этой продукции и продавать ее, дополнительно давать клиентам для того, чтобы зарабатывать. Но, к примеру, если вы продаете квартиру и в среднем заказываете 10 дверей, то если заказ итоговый где-то на 300 тысяч, то вы получаете 100 тысяч рублей чистыми уже себе, как агент. При этом есть очень интересные условия. Мы договорились, что в компании никто из дилеров не имеет права торговать ниже рекомендованной цены, но иначе дилерство снимается. Это очень хорошо. И еще один момент. Кто первый заключил договор с клиентом, договорился, тот, собственно, и получает дальнейшие выплаты, вне зависимости от того, где по факту купил клиент. То есть клиент не может купить там, где не нужно. В общем, мы сегодня посмотрим и я покажу, какие есть вообще варианты, потому что я отобрал самые хиты продаж, как мне кажется, которые я рекомендую использовать для дизайнеров, кто делает классические андеко интерьеры, ну и современные, конечно же. Видео будет состоять из двух частей, и оно будет у нас соединено. Я буду одновременно рассказывать и упаковку компании Fidex, потому что отдельно мы ее тоже сделали. Это нужно для того, чтобы понять, чем занимается, чем отличается от других компаний, почему дизайнеру следует использовать продукцию именно этой компании по сравнению с конкурентами, либо наоборот, когда имеет смысл выбрать более дешевые аналоги и не переплачивать. Сегодня мы об этом детально поговорим. Сначала я хочу поговорить о продукции. Условно, есть несколько форматов и несколько стилей. Начнем с современного, потому что это самое недорогое и самое интересное решение. Возможно, многих оно заинтересует. Современная ручка в таком интересном дизайне. Особенность в том, что она темного цвета. Это темный матовый металл, и его можно применять практически где угодно в современных интерьерах. Сейчас тенденция такова, что цвет очень популярный. К этому же цвету есть даже личинки для ключей. То есть, все то же самое вы можете не делать металлический цвет стандартной нержавейки. Ну и чтобы стильно смотрелось, использовать в том числе вот такие вот темные варианты на всю фурнитуру. То же самое есть и для замка. То есть, все в едином стиле. И в таком комплекте можно скомпоновать всю дверь в современном стиле. Следующие современные объекты в нержавейке – это ограничитель. Тоже весьма неплохо сделан. Для скрытой двери можно вставлять ее в любую поверхность и будет дверь съезжать влево и вправо. Вот такое крепление. И современная ручка тоже в металле, в полированном. Вот так вот он поворачивается. Вот так выглядит. Неплохие варианты. Также есть очень интересный дизайн. Это три другие ручки. Вот как они выглядят. Цвета есть разные. Небольшой буквально. Такой залом получается. Интересный. Вот здесь вдохновленная луком. Дизайнер итальянский делала идею. Вдохновлялась формой лука. И с одной и с другой стороны. Я хочу отметить, что выглядят они достаточно симпатично, неплохо и по весу. То есть, одна из критически таких важных характеристик именно изделия любого – это вес. Потому что, если ты берешь какой-то китайский аналог, он прям в руке даже не сидит и не чувствуется какой-то такой мощности. Здесь ты берешь, она вся холодненькая такая. Ты чувствуешь, что да, ты взялся за что-то такое действительно интересное. То, что люди думали. И воплотили все вот в таком плотном, мощном, достаточно тяжеленьком по весу варианте. Это очень хорошо. Следующие две ручки – это ручки. Мне они больше всего напоминают серию Devon Devon для сантехники. Они очень похожи. В таком же стиле практически сделано. В продакошном. У меня есть ванна на ножках. И вот они очень похожи и очень неплохо сочетаются с продакошным стилем. И благодаря вот этим линиям и пирамидальному дизайну. Также есть на окна ручки. Вместо того, чтобы делать стандартные ручки, которые идут в окнах, вот есть такая вот минималистичная посадка. И симпатично очень смотрится. Есть, естественно, разные цвета. И можно с ними попробовать выбрать для именно фурнитуры окон, если вы заказываете. Особенно окна в деревянные подойдет. Будут сочетаться и дверные ручки, и оконные. Это серия из Ardeco. Также из Ardeco мне понравились вот такие варианты. Длинная ручка для вытянутых дверей. Металл, естественно, может быть любой. Но эта комбинация подходит для дверей, которые достаточно высокие. Это подчеркивает высоту двери. Стильно смотрится в интерьере. Также к ней для мебели есть такие вот ручки небольшие, которые можно использовать для того, чтобы индивидуальную мебель, когда мы делаем кухню, шкафы на заказ. Вот можно одновременно использовать точно такой же металл, как и на фурнитуру дверей. Это будет выглядеть целостно по всему интерьеру. Ну и всегда здорово, когда есть возможность не смешивать металлы, а использовать их, чтобы они были одинаковые, сочетались по всему интерьеру. В этом же стиле есть вот такая вот маленькая ручка. Тоже можно ее использовать. Она тяжеленькая, такая хорошая, и можно ее использовать для индивидуальной мебели, когда делаем на заказ в том же абсолютно цвете, что и те две. В современной части есть еще тоже с удлиненной серией ручка. То есть необязательно использовать вот такие вот маленькие крепления на дверях. Можно использовать, тоже симпатично смотрится для высоких дверей. Можно использовать вот такой длинный образец. Ручки могут, естественно, быть любые, которые мы уже смотрели, о которых мы говорили. Еще одна интересная ручка декошной серии. Она выполнена в виде основания, в виде восьмигранника. Соответственно, ее тоже здорово использовать, если где-то в интерьере подчеркнуты такие формы для мебели, ну и каких-то других элементов. Переходим к классической теме. Здесь у нас есть разные цвета. Есть такой вот античный цвет, форма классическая. Есть цвет больше под золото с небольшой патиной с вкраплениями. Здесь красный есть. Цвета есть, естественно, разные по отделке. Ну и есть такой вот стандартный, достаточно классический стиль металлический под золото сделан. Очень неплохие варианты для того, чтобы в разной комбинации использовать в классических интерьерах. Ну а теперь посмотрим чуть более интересные аналоги. Они идут премиум сегмента. Материал золота 24 карата. Снизу латунь и покрытие золотом. Дальше лак идет для того, чтобы оно не стиралось. Очень интересное решение. Это уже, конечно, более дорогая история, но для мощных, для красивых дверей это, конечно, смотрится очень-очень здорово. Для сравнения покажу две ручки. Два цвета материала. То есть видно, что тут блестит гораздо более богаче, гораздо более интересный объем. Вот такие же ручки. Есть премиальная серия. Выглядят они вот так. Это упаковка почти как для вина. Настоящее серебро. Так они выглядят. По ощущениям весит достаточно много. 300-400, может быть, даже грамм. Вот одна ручка. То есть придает и форма такая очень прикольная. Серебро покрытое лаком. И очень такая увесистая конструкция. То есть придает действительно внушительность. Это уже более дорогие формы. Смотрите, как упакованы. Клиенты в том числе могут себе оставить эти коробочки. Смотрится очень-очень здорово. Ну и еще второй вариант хочется показать. Здесь уже более большая коробка. И здесь ручка одна из таких самых тоже больших интересных. Ручка 24 карата с интегрированными здесь кристаллами. Очень тоже мощная, увесистая. Красиво выглядит. Полностью покрыта золотым напылением. И покрыта лаком для того, чтобы была износостойкая конструкция. Очень симпатично. Ну и вторая часть комплектуется такими вот разными бирочками. Такая ручка стоит около 30 тысяч в закупке в рознице. Но, соответственно, если вы покупаете это на себя, как дизайнера, либо как дилера, вы можете ее приобрести за 20 тысяч. Это действительно интересная история. Потому что если делать какие-то кабинеты, какие-то классические, действительно дорогие элементы, это очень-очень хороший заработок и очень хорошая возможность действительно качественную вещь предоставить клиенту. Потому что когда ты на нее смотришь, когда ты видишь такую подачу, когда ты привозишь клиенту такую коробочку, мне кажется, просто вариантов не купить практически нет. Здесь с обратной стороны замок. То есть выглядит все честно. Покрыто все. И с обратной стороны таким же цветом золотом Made in Italy. То есть достаточно серьезная конструкция. Очень рекомендую посмотреть и пощупать, потрогать. Ну, в принципе, и по видео, мне кажется, достаточно видно неплохо. Мне очень-очень эта штука нравится, потому что она действительно качественная. Когда ты берешь просто в руки вот такой вот практически килограммовый кирпичик, понимаешь, да, это отлично будет смотреться на дубовой двери. Да, естественно, это не эконом-вариант, но понятно, что у дизайнеров заказы не только эконом-история, но и такие. Ну, плюс еще один из интересных моментов, что ручки можно использовать не только классические в классических интерьерах, но в том числе и современных. То есть можно их закрепить на стекло в офисах, а это тоже смотрится иногда очень свежо, живо и экстраваганто. Есть специальные крепления, которые позволяют закрепить ручки на стеклянные перегородки офисные. И за счет этого сделать интересный дизайн. К этой же ручке идут вот такие петли. Ну, естественно, рисунок и дизайн может быть разнообразный, он и должен быть разнообразный. В каталоге можно посмотреть и цвета, и варианты. И дизайн по оформлению рисунка тоже есть интересный. И есть вот еще такие интересные штуки. Это стопор для двери. К ней идет в комплекте фиксатор двери. И в чем особенность здесь? В том, что у этого фиксатора есть на пружинке, когда дверь открыта, он закрывается. Это нужно для того, чтобы туда не попадала пыль внутрь и накапливался мусор. Дополнительно компания предлагает различные варианты стопоров. Ручек можно подобрать практически под каждый цвет, под каждую модель. Ручки для мебели, для фурнитура, для шкафов, которые можно использовать также в интерьере. Это хорошо, потому что получается целостное решение. И те же самые цвета, которые представлены в ручках, на дверях, на окнах мы можем использовать другую фурнитуре. Нам не нужно просто думать. То есть покупать можно сразу же централизованные решения. Что еще мне понравилось? Это вот такой стенд, который можно использовать для демонстрации и для того, чтобы понять, какие варианты отделки вообще бывают. То есть здесь они представлены все. Это дверные замки в современном и классическом стиле. Здесь золото с патиной, бронза, состаренное. Здесь можно посмотреть все варианты и можно показать клиенту перед покупкой тоже все варианты. И самое интересное, что можно еще, если у вас какой-то другой есть металл в интерьере, можно взять этот металл и посмотреть, с каким элементом он сочетается, либо не сочетается. Для того, чтобы, если есть продукция другой какой-то фабрики, например, какой-нибудь комод купили и используйте, чтобы это можно было сочетать. Такие стенды можно заказать у компании для того, чтобы они были в офисе и для того, чтобы можно было показывать клиентам и согласовывать цвета. Мне кажется, это достаточно интересное решение, и оно поможет сразу же подобрать цвета, не выезжая несколько раз куда-то на объект, либо в офис, либо в магазин. Еще один вариант есть. Вот с таким чемоданчиком. Тоже мне понравилось. Чемоданчик. Мы вообще по комплектации достаточно часто рекомендуем нашим дизайнерам работать с чемоданчиком-материалом. Что это такое? Мы покупаем такой чемоданчик в гипермаркете и нагружаем его совершенно разнообразными элементами. Здесь может быть и ручки, и камень, различные выкрасы, цвета. В данном случае это чемоданчик специализированный с ручками. Что мы здесь имеем возможность сделать? По сути, мы загружаем в этот чемоданчик те ручки, те стили, принадлежности, которые нам интересны. Ну вот здесь, в данном случае, в этом чемоданчике такая разносортица, для того, чтобы просто показать, какие есть варианты. Но вообще ручек большое количество есть. И если мы, допустим, делаем интерьеры в стиле лофт, либо в современном стиле, то мы имеем возможность в такой чемоданчик запросить и погрузить те ручки, которые отвечают нашего стиля. То есть не обязательно делать классику. Вот интересная еще модель, которая может быть затюнингована под практически любую поверхность. Можно сюда вставлять шпон, сюда можно вставлять просто надписи. Если мы офисы, допустим, делаем, то можно не делать таблички, а можно вот здесь сделать гравировку и написать, что здесь, допустим, столовая, либо конференц-зал, либо кабинет такого-то человека. Тоже достаточно интересно. Эта ручка еще интересна тем, мало того, что у нее есть различные варианты отделки, она еще сделана единым таким креплением к двери. Крепления здесь, если мы смотрим, нет никакой дополнительной вставки, которая показывает, что заканчивается ручка и начинается дверь. Здесь практически получается в монолите. Некоторым дизайнерам это тоже может подойти, такой минималистичный стиль, и при этом нет крепления, которое будет выпирать из-за плоскости ручки. Смотрится это вот примерно вот так. Достаточно интересное решение для офисов, мне кажется, и для современных интерьеров. Собственно, вот другие варианты отделки тоже есть. И что мы делаем? Мы можем этот чемоданчик, мы можем его заказать, если вы дизайнер, либо компания, которая хочет продавать ручки, вы можете заказать такой чемоданчик. Компания Fidex предлагает использовать для того, чтобы показывать клиентам по своему стилю. Вы можете скомпоновать из каталога те варианты, которые вас больше устраивают по именно вашему стилю, и дальше уже презентовать их клиенту для того, чтобы каждый раз не ездить. Таких чемоданчиков даже можно несколько сделать. Один по классике, один по современному, и один по арт-деко стилю, в зависимости от того стиля, в каком вы работаете. Чемоданчики можно приобрести с очень хорошей скидкой, там 75% дается. При этом вы когда приобретаете, ну что мне понравилось лично как дизайнеру, то есть мне невыгодно оставлять постоянно залог, и куда-то ездить. Я лучше приобрету его сюда себе, и буду продавать, показывать клиентам сразу же здесь у себя в офисе. Прямо здесь его и оставлю. Если мне надоест или не захочется дальнейшее сотрудничество с компанией, либо я увижу, что там, допустим, не покупают почему-то клиента, ну или я перестану заниматься дизайном и таким стилем, и перестану продавать. В этом случае я просто отвожу этот чемоданчик назад в компанию, и мне возвращают мои деньги. Напоминаю, что чемоданчик и так с 75% скидкой продается. Не с 35, не с 50, а с 75. То есть практически по себестоимости, либо даже по заниженной цене, это такие образцы, такие материалы, которые можно поставить у себя в офис, и показывать клиентам. Итак, какие условия? Одни из основных и самых важных. Условия очень простые. Вы можете показывать клиенту, взять образцы, показывать ручки и вместе с клиентом сразу же их выбирать. Почему? Потому что дверь – это очень большая часть и важная часть нашего интерьера. И когда мы говорим о двери, там есть две составляющие. Первая – это само полотно, и вторая составляющая – это фурнитура, там, из чего она сделана. И так или иначе, у нас и первая, и вторая часть, и полотно, и фурнитура очень сильно влияет на дизайн. И почему важно и выгодно закладывать фурнитуру заранее? Очень просто, потому что мы можем одновременно с ручками и с формами, которые мы используем, мы можем их подчеркнуть в дизайне. Если это классика, то мы можем использовать это в колоннах. Если это современный интерьер, то мы можем использовать какие-то современные хай-течные темы, вот такие линии, в том числе и в дизайне, и света, и настенных полотен, и, может быть, даже отделки пола, потолка и каких-то других элементов. Зачем это нужно? Это нужно как раз-таки для того, чтобы дизайн был более целостным, для того, чтобы сложно было его испортить, когда ты заказываешь все одновременно. Даже если вы не делаете авторский надзор, вы просто указали в проекте, как дизайнер, все, что необходимо, все, что считаете нужным, это не разносортится какая-то, лишь бы было подешевле. Нет, вы собрали за ту же стоимость, не дороже, чем обычно, а в целом эти ручки все продаются в рынке, то есть вы просто скомпоновали, сказали, обязательно эту ручку, объяснили почему и зачем. Это все нужно для того, чтобы как раз получить целостный дизайн, и для того, чтобы клиенты, либо прораб, если он будет закупать, либо вы, когда закупаете, вы смогли спокойно прийти в магазин и купить то, что нужно, и не будет возможности пересогласовать, что-то переделать, и, по сути, испортить дизайн. И дизайн будет именно таким, каким вы сами захотите. То есть идея достаточно простая, с помощью ручек, с помощью аксессуаров можно собирать весь интерьер и за счет этого, первое, продавать комплектацию, второе, оставлять тот проект, который вы задумали, таким, как вы задумали, чтобы можно было его потом реализовать и сфотографировать. Если эта тема вам интересна, то пишите под этим видео ваши вопросы. Я договорился с компанией, что мы составим хороший агентский договор именно для дизайнеров. Если вы дизайнер, то пишите мне, и вы сможете получить 35%. Вам нужно будет заполнить небольшую анкету и дальше покупать ничего не нужно. Вы можете сразу же заключать договор и начать работать. Если захотите, вы можете приобрести вот такие чемоданчики, образцы ручек со скидкой 75% у компании. Ну, я, к примеру, это сделал. Возможно, вам это будет тоже интересно и удобно. Цены везде единые. То есть нет возможности, и единственный запрет здесь, что вы не имеете права клиенту обдавать эту скидку и вообще объявлять, что цена может быть ниже рекомендованной на сайте. То есть это, с одной стороны, ну, как бы так вот немножко не гиб. С другой стороны, это все равно хорошо, потому что не будет демпинга ценой. Почему это важно? Ну, потому что продукт действительно качественный. Вместо того, чтобы развивать сеть через магазины, через менеджеров, в общем, вот эту всю бюрократию разводить, все эти деньги компания решила передать именно дизайнерам, тем людям, кто работает напрямую с клиентами. И более того, если кто-то придет в какой-то шоурум из клиентов и попросит, допустим, посмотреть по мониторе цену, им тоже не дадут там цену дешевле, где бы то ни было. Почему? Потому что заранее, если вы закладываете эти ручки в свой проект, как получается, у вас уже бронируется, что эти ручки за вами. Никто, ни производитель, ни компания, никакая другая не имеет права дать цену ниже. И клиент не имеет права купить ниже. Если клиент придет сам, ему тоже ниже стоимости рекомендованной не продадут. Почему? Потому что продают только тем, кто заключает агентский договор, и вам, по сути, насильно отдают эти 35%. Дальше с этими деньгами вы можете делать все, что угодно, но это уже ваше дело, никто не спрашивает. Можете бедным отдать, можете себе оставить. Просто политика компании такова, что ниже определенной цены не продавать. Я считаю эти условия очень хорошие, и я рекомендую всем компаниям в целом, если планируете расти и развиваться, переходить не только с модели, что менеджеры в магазинах, и там дальше они ценой конкурируют, и кто даст больше скидку, кто 5, кто 10, кто 20, кто 15%. В общем, сами они там выбирают, и исходя из этого просто находятся вот в таком вот постоянном борьбе. Здесь я вот сейчас спокойно вам рассказываю всем, и по сути не важно, кто первый, кто последний, заключить договор. Важно то, что если вам в целом это интересно, и вы захотите преподносить и рассказывать, и показывать клиентам, какие есть варианты возможности, не настаивая, то в целом вы сможете приобретить этот продукт, и вам вашу скидку дадут. И вы по сути становитесь полноценным дилером. Какого-то объема выполнять не нужно, достаточно просто регистрироваться и делать по одному даже заказу, в принципе, тоже это работает. Что еще важно? То, что ваше имя не будет нигде никому разглашаться, никто не будет говорить, что вот вы там участвуете, то есть это конфиденциальная информация, поэтому в целом можете быть спокойны за то, что ваше имя там где-то засветится и как-то будет. Просто это такие условия, это не наценка клиенту, ни в коем случае, клиент никогда не купит дешевле, чем рекомендованная стоимость. То есть в целом это невозможно. Единственная возможность, если клиент сам зарегистрируется как дизайнер, но тогда он должен подтвердить, какие он проекты делает, где он учился, какие у него заказчики, собственно, что у него за проект. Это возможно только для дизайнера. Дизайнеры обычно ведут социальные сети, у дизайнера обычно есть какая-то активность, поэтому если у вас хотя бы есть какая-то активность, если у вас есть проект, если вы не просто Так вот пришли сбоку, а вы действительно дизайнер Либо человек, кто хочет организовать бизнес на этом То вы можете тоже заключить партнерское соглашение Заполнить анкету, заполнить документы И начать зарабатывать здесь Если вы продаете, соответственно, на 300 тысяч Ручек материалов и всего остального А это, в принципе, нормально на квартиру То 100 тысяч вы получаете Делая 1-2 проекта То есть это дополнительные 50-100 тысяч в месяц Что очень неплохо на том, что либо проходит мимо Либо эти деньги уходят просто салоном, который продают двери Почему бы не возглавить этот процесс и не работать напрямую Мне такая история показалась интересной Именно поэтому я записываю это видео Ну и, конечно же, нашим клиентам, если тоже понравилось Если вы хотите приобрести эту продукцию Тоже можете приобрести ее либо вместе со мной Если вы клиент, соответственно, вы сможете заказать И я проконсультирую Либо, если вы дизайнер, то оформляйте Опять же, пишите мне в личном сообщении Либо на почту, оформляйте агентский договор с производителем Я его разработал И вы сможете его заключить Договор разработан таким образом, чтобы закрывать все интересы дизайнера Чтобы вам выплачивали деньги сразу, как только произошла сделка При этом на стороне поставщика есть сопровождение Вам не нужно быть экспертом вручь, когда вы можете ознакомиться с этими деталями Но это не обязательно Вы можете просто прислать план Сказать, что вот это ваш объект Что вас пробьют в базе Вы тут же попадаетесь в ЦРМ И тут же за вами закрепляется этот заказ Что весьма неплохо Если тема интересна, пишите Свяжемся и будем работать вместе с вами Субтитры создавал DimaTorzok